На протяжении веков Лондон был в центре международной политики. Для дипломата не самое легкое место, зато здесь интересно. К тому же богатая история и традиция. В годы Второй мировой войны через резиденцию советского посла в Лондоне Москва поддерживала связь с союзниками по антигитлеровской коалиции. Британский премьер-министр Уинстон Черчилль был здесь частым гостем, а во время одного из авианалетов не применил воспользоваться бомбоубежищем во дворе советской дипмиссии. Об особенностях профессии дипломата мы говорим с послом России в Лондоне Александром Яковенко. Дипломат находится там, где того требуют интересы государства. Это порой связано и с риском. Насколько вообще опасна эта профессия сегодня? Ну вы знаете, сегодня, конечно, ситуация в мире очень непростая. И то, что было, скажем, еще 20 лет назад, когда было там, ну скажем, 3-4 горячих точки, то сейчас положение дела, конечно, изменилось. То есть, был Ирак, Ливия, Ближний Восток, собственно говоря, сейчас и Сирия. То есть, это то, где дипломаты сегодня работают практически, ну не то, что в военных условиях, а просто в условиях войны. Но если брать Лондон, то я думаю, что здесь все-таки все намного спокойнее. Вы знаете, относительно спокойно, потому что, например, вот некоторое время назад, когда в самый разгар сирийских событий достаточно много сирийской оппозиции представителей митинговало здесь, недалеко от посольства. И были, конечно, случаи нападения на посольство. Например, вот один из сотрудников, он в это время работал у нас в своем кабинете и вдруг ни с того ни с сего просвистел буквально в нескольких сантиметрах огромный булыжник. Но вот если бы несколько сантиметров в другую сторону, я думаю, что человек бы просто погиб бы. В добавлении несколько свежих примеров. Октябрь 2013 года. Вооруженное нападение на посольство России в Ливии. Ноябрь того же года. Атака на российскую дипмиссию в Варшаве. И, наконец, совсем недавнее. Безумие в Киеве. Вот уж чего действительно и представить раньше было нельзя. Сегодня Россия тверже заявляет и отстаивает свою позицию. Не всем это нравится. И отношения порой не просто раздраженные, а даже враждебные. Конечно, со временем некоторые ошибки признаются. Как сейчас некоторые правильно говорят о том, что Россия была права, когда излагала свою точку зрения по Ираку. Это уже сейчас. А вот тогда, нам доказывали, что мы принесем демократию в эти страны. И вот сейчас многие вопросы, они примерно находятся в той же плоскости, как они были там, скажем, 10-12 лет назад. И сейчас дипломатам приходится работать вот с этим общественным мнением, с этими людьми, с этими точками зрения по доведению нашей точки зрения, которая, как жизнь показывает, практически всегда была точна в своих оценках. Все это происходит на фоне растущей конкуренции дипломатических служб в современном многополярном мире. Сильные государства вкладывают серьезные средства в продвижение своей политики за рубежом. Все понимают, что дипломатическая служба – это один из важных элементов системы национальной безопасности любой страны. И Россия не исключение из этого правила. Александр Хабаров, Илья Мурдюков, Вести, Лондон.